70 лет исполнилось со дня бессмертного подвига и гибели нашего земляка. Родился Николай Степанович в 1922 году в деревне Кузьминка Кстовского района, в семье крестьянина. После окончания шести классов работал в колхозе, заведовал сельским клубом. В ноябре 1941 года был призван в Красную армию, принимал участие в тяжелых оборонительных боях в Крыму, на Северном Кавказе и на Курской дуге. О подвиге нашего земляка нам поведал краевед, почетный гражданин Кстовского района Станислав Семенович Марков. Это было 27 июля 1643 года в районе Орловско-Курской дзюги. И вот командир этого подразделения, этой роты, обратился к своим бойцам, что нужно уничтожить вот эти немецкие дзоты. Поползли по склону этой горы, увидели эти немецкие серые дзоты и по приказу Николая стали бросать в них гранаты. Теперь-то и можно давать сигнал нашим войскам идти в атаку. И так, сколько они стали приближаться к этому месту, к этому завершению, из этого последнего немецкого дзота заговорил немецкий пулемет. Какое чувство было у Николая в это время. Как спасти товарищей? Ведь нет больше ни гранат, ничего у него не осталось. Он вскочил на ступеньке этого дзота, на дзот, и увидел откуда сточет этот пулемет, бросился на этот пулемет. И пулемет захлебнулся, замолчал. Братскую могилу в селе Хвостовичи Калужской области посетила делегация Кстовского района. На Аллее Славы ему установлена памятная доска, а его именем названа одна из улиц села. Не забывают героя и на родине. Подвиг героя находит отклик в сердцах наших современников. Мне, как человеку еще достаточно молодому, очень сложно представить себе, что чувствовал этот 20-летний парень, когда совершил свой подвиг. Ведь подвиг – это такое очень громкое слово. Его невозможно, говорят, повторил подвиг Александра Матросова. Но как можно повторить подвиг? Его можно только совершить, каждый выбирает для себя, как говорят. Поэтому мне кажется, что это один из тех людей, один из миллионов людей, которому мы, сегодняшнее поколение, обязаны не только своей жизнью, но и тому, что мы можем расти не только физически, но и строить свою карьеру, заводить семью, растить своих детей, мы можем на свободной счастливой земли российской. Улицы города Кстова, Афонина, деревни Кузьминка носят имя Николая Степановича Тололушкина. В честь героя в нашем городе установлена мемориальная доска. Его имя носят и ежегодные всесоюзные турниры по самбо. В деревне Кузьминка установлен его памятник. В Афонина бюст героя, рвущегося вперед, установлен перед зданием школы, в которой он учился. Потомок Николая Тололушкина, его племянник, также побывал в селе Хвостовичи, где покоится прах героя. Ему удалось увидеть место битвы и подвига, столь юного по тем временам, но безгранично отважного стрелка 3-го батальона Николая Степановича Тололушкина.